всем привет ребят давно не было у меня интервью простите за голос у меня видео я проболел немного интервью будет с Джеральд Тарчера давно хотел взять, то к времени не доходило перед началом видео поставьте лайк подписку на канал смотрим всем привет всем в гостях у меня Джеральд Тарчер поприветствую я да, ребят ты вроде старый олд игрок с 15 года как я понимаю или с 14 если бы вообще когда я был неизвестен то с 11 года а так то с 14 ну расскажи немного о себе в личной жизни что еще раз расскажи расскажи о себе о чем-то из личной жизни зовут Илья как все знают сейчас мне 19 лет летом уже 20 будет еще могу сказать обожаю баскетбол сейчас увлекаюсь потихоньку воркаутом тренажерным залом правильным питанием составлением рационов программ тренировок учился на втором курсе в экономическом университете на менеджера параллельно сейчас с данным уже не работаю сейчас несколько просматриваю разных проектов по открытию своего бизнеса но об этом позже возможно на моем канале вот как ты вообще узнал о САМПе САМПе вообще у меня короче было много друзей которые любили мы любили вместе там приходить друг друга домой как это было когда-то там олдыща от меня поймут олдфаги мы любили приходить друг друга домой там играть в GTA-шку там двух у друга но всегда мы хотели чтобы можно было играть друг с другом и вот короче мы узнали что можно играть по сети вот узнал из этой курсовки наше я это был по-моему 2011 год короче скачали мы клиент долго не знали как его скачать ну тогда все были с компьютером на выуче короче начали играть потихоньку на демсерверах на станцерверах там играть через полгодика уже я примерно осел на серверах мне больше это понравилось хорошо а многие как знают что у тебя слабый комп и ты при этом спокойно плюсэши отводишь как у тебя это все получается ну когда я его покупал на то время это было где-то около 600 долларов то то он не так не подводил вообще если честно у меня было стабильно 60 фпс максимум 30 фпс это без фрапса и поэтому ходил на копты если я и ходил на копты то я не снимаю а потом когда я купил новый ноутбук за 600 долларов на то время то ну как у меня было 60 фпс стабильно мог себе снимать и стрелять нормально и к этому компьютеру привык и он потихоньку мне начал тормозить ну и потихоньку к этому привыкать ну и с таким фпс как-то более-менее стрелять там отводить нарушать ну в принципе мог хорошо сколько у тебя было соток именно твои и состава сейчас очень многие вот я часто читаю комментарии ну к своим видео вы не думайте ребят я читаю реально каждый комментарий так как пока ну у меня не настолько известная личность чтобы у меня было столько что я не успеваю их прочитать я часто вижу что мне пишут типа что все думают что у меня две я взял лично две сотки это не так лично я взял одну сотку за рифу а мой состав то есть via best что вроде означает мы лучше всех взял три сотки из них первую взял я вторую взяли и взял майки арчер которого сейчас я не знаю где он же сейчас там он больше знает как паровоз я не знаю какой у него сейчас там как он там сейчас с вами я сам вам уже давно интересуюсь в то время в типсайзах в типсайзах ну вот поднялся ну вот он взял вторую сотку и третью сотку уже взял мой состав только при лидерстве сначала паровоза обнули порядка сорока сорока четырех тех и потом добил сотку из нашего состава в один возможно все его знают да как вам тоже было сколько за отсек уже вот три сотки своего состава может уже еще брали устояние я считаю что я считаю дупля не даю я сам тоже не играю я думаю удача время такого чтобы гулять как хочется тем более уже май лады как ты создал фофомарчера вообще я начинаю с одиннадцатого года как я уже говорил играл на паспорах и за три года у меня около тридцати ников в Астану мне каждый раз сказалось что у меня будет там классная оторвка рпароля есть у меня будет там красивые ники часто я хотел поменять потому что мне почему-то взбрейдило в голову что если я поменяю ник у меня все будет намного круче ну короче меня это все уже подзаебало и это был по-моему это был господи дай боже памяти либо март либо февраль либо апрель где-то так я потом посмотрю может видео сделаю о варчерах короче это был где-то ну этот конец зимы начало весны 2014 года и я гуглил смотрел как книги все подобрать уже так основательно реально я так к этому серьезно отнесся около пару дней я просто выписывал целую кучу ников которые мне нравятся и в итоге я выбрал себе джеральта ну и через несколько дней уже ко мне начали проходить ребята то есть я с ним хорошо общался мы основали уже фэмилии вдвоем потом втроем вот так один за другим и в итоге сейчас если учитывать всех кто был в моей моей фамилии то это больше 30 человек я думаю даже больше да постоянные максимально постоянно было около 13 человек это в одно время это для фома это не много и не мало это среднее да это современные по меркам тех времен что такая она реально все канала почти что они так все серьезно каптащили все дела там все знают то это по тем временам да так солидно может думаю многим многим интересно ты вообще собираешься в ближайшее время там прийти там сам пообратно вернуться взять и лидерку я планировал я в последнее время 1 часа после клинику и выполнить пару часов и я думал снять возможно такое небольшое обращение о том что ну я просто не вижу смысл возвращаться сам так как я вот сейчас не играл сколько получается год-два пол ну так если серьезно то я пойду это будет для меня просто нереально какая-то просто бум в голову как столько софтеров что я себе представляю я периодически присматриваю видео в топ-самперах Сантьяго Виласо мне уже не нравится его контент мне не нравится что он начал снимать вот мясные коты да оно прикольно но каждый второй подрубает софт сотки берутся каждый день как семечки щелкаются это уже не прикольно это не то все да поэтому я не вижу смысла возвращаться в эту игру тем более если сейчас меня интересует больше в жизни от моего дела получения уже какой-то прибыли а скажем так на все мои потребности которые у меня возникали то что я зарабатывал сам по у меня скажем так ну не покрывался на все мои потребности поэтому я сейчас хочу заняться чем-то уже более серьезным другим реализоваться все-таки как-никак достаточно было много идей сейчас просто нужно возможности для себя выкрыть и все а так я думаю еще запишу видео с обращением ну а чё сейчас все вот фраги уходят сам по школьники приходят значит новые играют и так сам живет это так всегда было и это будет новое поколение новая я не знаю как я уже новых эр сам по просрал тот же последнее время я там наблюдал кион какой-то появился мне нравится его стиль его подача смелость это да это яркий очень быстрее через новую эру вообще я считаю его новым вообще батькой сам по себе можно сказать потому что вот такие как баггер такер я вообще не признаю ну как это больше это это просто по школе которую просто любит парать на видео и стройте себе клону вот и все он файп я больше любил снимать ловики красоту видео но это у каждого но чтобы как массовая нагрузка видео было я вот такое почитал но сейчас как то не думаю такое но в принципе вопросов больше нет спасибо более за интервью очень рад спасибо тебе ну мне зашли сюда обращаюсь не буду забывать планы всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки будет ссылка на его канал в описании всем пока ну не играйте сам ребят я уже умиралась ходите на улицах погуляйте серьезно это он так мой маленький советик всем пока ребята всем удачи